У нас по-русски все хорошо понимают, да? У нас сегодня необычно мало народу, но это из-за того, что мы несколько бесед проводим одновременно с утра. Я помню, у нас в прошлом году здесь было большое собрание по теме похвала и благодарность, похвала и благодарность где-то родительском общении. И сегодня мы, я думаю, что коснемся... Сейчас, секунду, я телефон не включу. Дети тоже, понимаешь. И у нас, оказывается, они тоже есть. Благослови, Господи, нашу сегодняшнюю встречу. Госпожа Левика, что ли? Чай, пей, кофе. Нет, зачем мне? Хватит воды. Чай. Кофе. Нет, раз спросила, надо ответить. А то... Принесы. Если можно. Аминь. Ужасно-ужасно неловко принимать какие-то знаки внимания от директора школы. Но если вы сегодня были на службе, там апостол пишет, знаете, следующие слова? Кто больше смиряется, тот больше любит. И я просто не знаю, как выразить мою любовь в клинике. Только смириться с тем, чтобы она за мной поухаживала. Вот обратите внимание на это. Давайте, поскольку нас мало, мы, ну, такую некоторую академичность, так сказать, отложим. Хорошо? И просто, ну, я не хочу сказать, поболтаем, но просто свободно побеседуем на эту очень интересную тему. На хорное руководство и воспитание. Вы сейчас, вот она несет мне кофе, а мы этот случай разберем. Улыбается вот этот директор. Без сахара. Без сахара, да. Лика, если можно, заберите чай, пожалуйста. Роман. А, может быть, ну... Если кто захочет, я поделюсь. Ну, сейчас она закроет дверь, да, и я вам не могу разберем этот случай. Сразу. Благослови Господи, да, наши встречи совершены. И... На самом деле, вот это мне не очень нужно. Но я попросил госпожу, госпожу Левику принести вот это все, потому что она этого хотела. А раз ей это было приятно, раз она хотела этого, значит, это хотелось и мне. Поэтому я с совершенным удовольствием там попробую, когда будет, там, нужно, и кофе еще туда молоко добавлю, и потом скажу обязательно, что Левика, как это хорошо было. И самое интересное, что в этом я буду вполне искренним. И, то есть, не потому что я не хочу ей угодить, в том смысле, вот директор, значит, надо как-то там, ну, или любой другой на ее месте. Да, вы поставьте, на самом деле, мне это не нужно, идите там, люди бы об этом не думали, нет. Но еще раз, при одном и том же действии, содержание разное. Мне приятно смириться перед ее желанием, быть ко мне внимательным. Мне очень приятно, доставляет удовольствие, я не собираюсь совершенно этого скрывать. И, так сказать, делюсь с вами тем, что доставляет лично мне, доставляет радость. Но она этого всего не знает, конечно. Она думает, что мне действительно этого хочется, и прочее, прочее, и хорошо. Но, вот, интересным образом, вот в этой модели, в этой модели, которую мы с вами сейчас наблюдаем, мне так нравится, вот, из жизни брать вот это все, вот, из онлайн-момента, вот этого, настоящего. Мы же не договаривались с Ливикой об этом спектакле. Нет, это все естественно же произошло. Вот, наша домашняя ситуация, да, любые роды, дети, там, муж-жена, жена-муж, вот это детеродительское общение, кто бы, ничего, ничего, кто бы в этой модели не участвовал, обратите внимание, насколько, вот это вот переживание общее, насколько, ну, размышления, переживания и действия, насколько оно высоко, насколько оно воспитательное. То, о чем я сейчас хочу сказать, логически, надо было бы высказать позже, да, где-то там, в третьей четверти нашего сегодняшнего общения. Ну, раз уж так пошло, то мы используем, опять же, возможности для того, чтобы принести себе пользу. То есть, что я хочу сказать, что... воспитательный процесс, который происходит здесь и сейчас, он внутренне духовен, он насыщен Божьим отношением к нашему ближнему. Но я хочу разделить, он насыщен Божьим отношением к нашему ближнему, а, и, б, поэтому он духовен. Что такое духовность? Я напоминаю сразу. Духовность – это степень близости человека к Богу. Это не некое, ну, так сказать, эфирное такое состоит, да нет, конечно. То есть, совершенно четкое определение – духовность – это степень близости человека к Богу. Ну, или степень отдаленности от него. Поэтому, допустим, ну, как крайняя степень сатанизм, или бытовой, или культовый, он различается вот так вот, это тоже духовность, только отрицательная, понимаете, которая человека отдаляет от Бога. Ну, давайте я еще напомню вам, так что мы всегда в этом говорим, и не грех эти термины закреплять в своей памяти, а то мы часто говорим и не совсем понимаем, что мы имеем в виду. Вот слово «религия», да, оно двухкорневое, да, и означает, означает «восстановление света». Ну, кто музыку знает, есть такой термин «легато», да, это слитное воспроизведение звуков любых. Да, «легато»? То есть, слитное, связанное. Вот это связь, и обновление, обновление связи. Поэтому обратите внимание, давайте, это важно, об этом мало кто говорит. Духовная жизнь, приближающая человека к Богу, да, она религиозна, она служит, приближение к Богу служит восстановлением связи. А вот отдаление от Бога, да, то есть, духовность отрицательная, она не религиозна. То есть, она к Богу не приближает. Вот это можно понимать, честно? Да, это несколько, ну, как, упаковано в какие-то логические формы, но это нам нужно для того, чтобы понимать, чем мы занимаемся, и более того, понимать, что происходит в мире, который нас окружает. То есть, он в большинстве, почему это нас травмирует, то, что в мире сейчас происходит, ну, и сейчас, и раньше тоже. А что еще будет происходить? Почему это травмирует? Потому что эти процессы в мире, они не религиозные, они не ведут к восстановлению связи с Творцом, а наоборот, провоцируют человека на разрыв вот этой связи. И как бы ни говорили светские люди, что мы, значит, там, к духовной жизни не имеем никакого отношения, да имеют они отношения. Просто и духовность, так сказать, отрицательна. Хорошо. И вот мы говорим о том, что воспитание – это внутреннее, то есть, по содержанию, это глубоко духовный процесс, приближающий человек к Богу. Интересно. Вот откуда мы знаем, откуда мы знаем, что вот этот кофе, который захотела принести Либика, мое согласие на это и то, что она действительно потом принесла его. Почему это приближает к Богу? Как мы это узнаем? Ну, во-первых, вы догадываете, вы догадываете, сейчас, секунду, вы догадываетесь о том, что вот это вовсе не мелочь. Ну, у всех же Ксении есть, прежде меня. И вы же понимаете, что именно вот с этого кофе, с этого молока, которое она не спросила. Кстати, она не спросила, подогреть у нее его или нет. И вот я начинаю, значит, ходить и переживать. А почему она мне не спросила? Она же знает, что… Вот я так не говорю сам, но я специально так скажу. Она же знает, что я люблю с горячим молоком. Я родину люблю, понимаете? А горячим молоком мне нравится. Но это такая правильная вещь. А вот я люблю с горячим молоком. А что она не спросила, не уточнила? Неужели она не знала? Мы что, первый день знакомые, что ли? И вообще мы вместе живем уже 10 лет. Это не мелочь. Вот с этого все начинается. Но почему это не вызывает у меня раздражение? То, что молоко холодное. Да. Почему? Нет, никакой снисходительности. Иерархичности в наших личных отношениях с Левикой давно не существует. Это общие слова. Я не согласен. Это вот общие, знаете, как туман, который все покрыл. Понимаешь, что ничего не видно. И говорим, туман. Ну, бывает, что ничего не видно по другим причинам. А может быть, потому что вы видите, что она хотела вам сделать душе. Приятно. И что? Да, приятно. И поэтому, как бы, чтобы не разрушить ее вот это настроение. Может быть, да. Но этого мало. Можно я применю слово, которым я не хочу вас обидеть. Но оно проиллюстрирует то, что вы сказали. Это примитивно. А, примитивно. Не в плохом смысле. А это вот элементарно. То, что я просто не хотел. Но этого мало. Мы же хотим не просто поесть, а хотим, чтобы хорошо было, сытно было. То есть нам недостаточно элементарного питания такого душевного и духовного. Нам важно что-то еще найти. То, что нас удовлетворит и насытит вполне. Сейчас я попробую. Давайте, давайте. То есть. Вот я сейчас, вы не спешите. Сейчас нынешний наш руководитель, митрополит Тихон, поручил мне, ну, во-первых, он организовал семинарию у нас. И поручил мне вести две дисциплины, которые объединяют все остальные дисциплины. Ну, как они объединяют, в чем они объединяют? Придают смысл всем остальным дисциплинам. То есть введение в догматику, введение в специальность, священописание Нового Завета, Ветхого Завета, еще там что-то, литургика, что-то еще. А моя дисциплина, главное, называется так, свято-отеческое учение о спасении. То есть, если мы не объединяем все вот эти дисциплины одним целым смыслом, то они не нужны. Мы не знаем, как их применить, как использовать их для спасения и себя, и в будущем людей, у которых эти священнослужители будут, ну, так, духовными оцеными. И вот я студентам с вами говорю такую простую вещь. Ребятки, вы не спешите говорить. Ну, я им говорю на каждом занятии. Пока они молоды, они этот принцип не усваивают еще. Я им говорю на каждом занятии, чтобы по молодости они это усвоили. Ищем, не говорю, думаем. Ищем, понимаем, формулируем и высказываем. Вот эти четыре ступени ответа. Ищем, что мы хотим сказать. Нащупываем. Понимаем, что мы хотим сказать. Формулируем, что мы хотим сказать. И тогда высказываем. Ничего, что возникает какая-то пауза, от этой паузы речь становится еще краше, я вам скажу. Тогда ты чувствуешь, что ты разговариваешь с каким-то умным человеком. Слушайте, о чем мы ем и смеемся, это выражение экклезиаста. Это из священных писаний это его зовет. Ну так, если со славянского на русский перевести, знаете, как это звучит? Молчи, заломного сойдешь. Ну, пожалуйста, книжечку возьмите, почитайте, найдете. Молчи, заломного сойдешь. Так что пауза не вредит. И я бы вам сейчас предложил. Я бы вам сейчас предложил поупражняться в осмысленности собственной речи. А что, давайте заодно. У нас же мастерская. Вот я вам предлагаю. Но мы же не можем без действия какого-то. Я вам предлагаю это действие. Правда, внутреннее. По упражнению предлагаю. Дидактика какая-то. Случит? Нет. А вот этому процессу есть другое именование. Знаете, какое? Непривычно. Это кажется, что трудно. Это мнимая трудность. Это просто непривычно, потому что не всегда этим занимаются. А как только начнешь, поймешь, насколько это классно, вообще здорово. Насколько качество речи и, самое главное, месседж, вот этот вот, да, послание, результат, хорошим становится, насколько лучше становится. Тогда от этого удовольствия захочешь еще и еще раз потренироваться. Ищем, понимаем, формулируем, рассказываем. Красота. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы вы не спешили с ответами, с какими-то, и подумали. Почему вот это созидает, я имею в виду, то, что я согласился на предложение Ливике, то, что ей ничего не сказал, там, о том, что я думаю, ну, то она сделала, так это все. А, почему? Про молоко я вообще помолчал. А мне нравится гореться. А все это приносит радость и удовлетворение. Не только потому, что я согласился на то. Ну, вот она хотела сделать приятное, я так думаю, ну, и сделала приятное. А мне все равно не приятно. Я напоминаю, то, как мы используем вот эту вот модель, которая нарисовалась прям буквально внутри нашего занятия, она относится к всем. Я сейчас, поскольку такое бывает каждый раз, на всяком, на каждом интересном месте, у кого-то мобильный телефон заработает, там, и батареи начнут включать и прочее, я эту фразу начну заодно. То, как мы относимся вот к этой вот модели, да, к этому переживанию, которое произошло между мной и Ливик, и свидетелями, чему вы были, это все относится к любому роду, где-то, родительских отношений в семье. То есть между супругами и между каждыми супругами и детьми, да, и между всеми вместе. Ну, я не буду с вами на немецкий. Итак, правильно. Ну, я вас дразнину, конечно. Нет, то есть я показываю, насколько это жизненно важно, и я понимаю, что вы сейчас начинаете вспоминать, ну, так сказать, свой личный опыт как-то притягивать. Но я бы не хотел еще раз, чтобы это было примитивно. А зачем? Еще раз, в хорошем смысле примитивно, элементарно. Как говорит Евангелие, это есть и у язычников тоже. Они тоже добросы детям сам делают. И дети даже не знают, хорошо они поступили или нет. Видишь, что родители не сердятся, и нормально. Но нам-то с вами этого недостаточно. У нас другие задачи вообще. Почему другие задачи? Ну, Евангелие так говорит. Спаситель говорит, заповедь новую дарю вам. Помните в этом? Нагорный профиль. У древних написано так-то, а я говорю, благословляю, так поступать. Раньше вот так вот делали, а теперь делаем иначе. Нам простых вещей уже не интересно. Простые вещи. Ну, пожалуйста. Ну, вы уже набрали воздух для ответа. Нет, я еще не нам разглядываю, сколько раз на формулирование. А, понятно. Просто, да, вы взохнули в тот момент. Хорошо, пока вы вот размышляете, опять же, вне плана занятия, я уже, ну, не все карты раскрою, конечно, а почти все, я хочу обратить ваше внимание на то, что процесс того, что мы называем воспитание, он такой глубокий и серьезный. То есть нам важно, чтобы наши дети, да и мы сами, были не только не способны на какое-то преступление, на дерзость, на какую-то некрасоту и в отношениях, при, так сказать, производительной деятельности какой-то. Но нам важно такое слово, которое кого-то пугает, а христиан, наоборот, подвигает к поступкам. Вот, я хочу сказать, что нам нужно совершенство. И в этом нет ничего сверхъестественного, постыдного, тщеславного и чего-либо такого греховного. Почему? Кто скажет? Ну? Что? Я не расслышал. Я в Евангелии уже записываю. А, так это в Евангелии же записано уже. Надо, вот, хорошо бы почаще и понемножку читать там Священное Писание, Нового Завета особенно, для того, чтобы... Ну, уже рано говорить об этом. Теперь уже мне придется сказать. Тогда, когда спросили, уже это не прозвучало. Так вот, к совершенству мы призываемся словами Христа. И чему этому удивляться? Ну, понимаете, это, опять же, чувство вины какое-то ужасное. То есть, если Христос, в который мы веруем, как в Бога, Его Слово считаем божественным, так же, и спасительным, если Он говорит, что будьте совершенны, как совершенны, Отец Ваш Небесный. А мы, значит, думаем, что, ой, знаете, а я такой грешный, я такая, значит, несовершенная, там, и все такое. Да мы все это понимаем. Если бы мы были совершенны, то тогда бы Христос к нам такими словами не обращался. Я хочу, чтобы Вы это поняли. Но именно потому нам совершенство требуется, потому что мы грешные. Но как раз спасение в этом и заключается. В возближении греха и смерти, как последствия греха, и в нахождении вечной жизни, и спасения. Поэтому говорить, что вот, значит, я знаю, каким я должен быть, но одновременно я знаю, что у меня этого не получится, но это, конечно, позорище. Ну, то есть, Бог, я хочу вот что сказать, что Бог в нас верит больше, чем мы верим в себя. Но в каком-то смысле нам нужно быть доверчивым Христу. Ну, то есть, раз Он нас к этому призывает, нам бы хорошо с этим согласиться. И сказать, что да, Господи, я грешная, но, так сказать, иду за Тобой. А чувствуете разницу? Сюда сказать, я грешная и не поеду за Тобой. Но это чаще всего происходит. Ну вот, возвращаемся к нашему интересному вопросу. Хотя, ответ на него уже прозвучал сегодня, с самого начала. Я вам так уже бесстыдно подсказываю. Почему нас радует вот это вот? Почему нас взаимно радует с Ливикой? Почему, виноват, почему нас с Ливикой взаимно радует то, что вот она захотела принести, я согласился с этим, и она это сделала? Да, кстати, я хочу напомнить, что вы можете говорить вообще все, что вам за двуго рассудится. Ну, вы понимаете, я большой, толстый, теплый, меня можно потрогать, я лысый даже вот там. Ну, то есть, нормально. И важно понимать, и все раз, что вот и по причине этих данных я вас не заругаю, не пресыжу, не скажу, что там, значит, вы как-то плохо учились в школе и так далее. Ну, глупости какие-то. Вы можете совершенно свободно сказать все, что вы думаете, все, что вы хотите сказать. Если ваше мнение будет ошибочным, это даже хорошо. Потому что чем больше мы выскажем ошибок, тем меньше у нас останется. Понимаете, этих ошибок. А если мы с ними уйдем, да, унесем, подумаем, а что вам не больше потом скажет, да, не с Левикой там будут общаться, больше скажет, ну, слушай, вообще у меня там такая, вообще, секция была. Ну, я думаю, что может быть между вами и Левикой постанавливается какая-то связь любви, вот такой взаимомер. Да, хорошо, давайте так, давайте так, изменим модель. Ну, во-первых, во-первых, вы не учли всех факторов задачи, всех условий задачи вы не учли. Одним из условий задачи было понимание того, что эта модель действует во всех случаях где-то родительских отношений. А то, что мы с Левикой, ну, хорошо, я могу сказать, что священник и директор школы. Ну, это одно и то же было. То есть я не ставлю перед вами задачу решить, что произошло вот лично между нами и все. А напоминаю, что в самом начале нашей встречи вы увидели иллюстрацию того, о чем мы вот сейчас стали говорить позже. Я так обрадовался этому, думаю, ну, речь она без иллюстрации быть не может. И думаю, вот одно там привлечь, другое показать, о третьем рассказать. А тут вот разница, схемка такая вся. Вот этот бытовой же момент. Ну, хорошо, я счастливый муж. Она любимая, любящая жена. Пожалуйста. Вот она мне утром приносит это все. И вот между нами это происходит, понимаете? Это ребенок, который повзрослел, и вдруг первый раз, во-первых, ну, Ревика у меня первый раз вот так сделала, кстати. Обычно ее послушница все выполняет. Вот, и ребенок повзрослел, и вдруг он первый раз в жизни решил позаботиться о своем родителе. И приносит. Вместо горячего молока холодное. Не могу вообще. Вот знаете, что жена мне всегда разогревает дом. Причем я настаиваю, чтобы она это делала не в микроволновке, а в металлической чашке. А здесь вообще холодное. Ну, я не знаю, что делать. Сил не хватает просто. Не понятно. Вот, пожалуйста, еще одна мобиль. Так что здесь произошло? Почему всем от этого хорошо стало? Я уж так, совсем прощаю. Почему я не психанул? Почему я не попросил разогреть мне молока? Для меня первая фаза, что это было у нас? Понять, где тоже это не прошло. Единственное, что у меня голову, голове. Давайте, давайте. Сейчас я стараюсь спонкулировать то, чего у меня нет. То есть, у меня лично такое чувство, что вы оба чувствуете себя, несмотря что молоко холодное, горячее, что вы как-то вместе, и это как-то ближе к Богу, и какое-то смирение. И вот у меня только эта мысль, и все, и он меня в покое не оставляет. А что с этим делать, я не знаю. И как это объяснить, тоже не знаю. То есть, и запутанно, то есть, у меня и смирение там, и такое, что что с этим смирением это ближе к Богу, это положительно, это не все, я молчу, я уже сама запутаю. Закончите, вы красиво говорите. Нет, просто, как вы сказали, это сразу личный личный опыт, о чем я думаю. Ну вот, как это? То есть, если у меня дома была бы такая ситуация, я чувствовала раздражение бы, и я все равно поняла, что человек старается, и меня очень радовало бы это. и с этим придет какое-то смирение, какое-то спокойствие. И вследствие, я чувствую, что ближе к Богу, и мы все вместе в это люби, лучше это объяснить не умеем. Вот, это все. Это все. Скорее, все это все. В общем, я замолчу. Я думаю, что, ну как, вы согласитесь или нет с тем, что Хилин сейчас полностью ответил на поставленный вопрос? Подумайте. я согласен с тем, что она полностью ответила на поставленный вопрос. Исчерпывающе ответила на поставленный вопрос. Но мне бы хотелось, чтобы вы не просто согласились или не согласились с моим мнением, а чтобы вы над этим подумали еще чуть-чуть. Так это или не так? Давайте-ка еще пару минут. минуту. Ну, относительно смирения, то есть, опять-таки, это значит, как бы... Минуту не прошло, ну ладно. Так что это относительно смирения? Относительно смирения, да, это то есть ты себя ставишь задачу или это уже черта тобой приобретенная такая или в данный момент я вот смируюсь, я ничего не скажу. А в этом-то духовное содержание, воспитание, духовное содержание, воспитание и заключается. Вы понимаете, если мы не получили навык смирения до того, как мы приняли решение создать семью, ну или прийти в монастырь, ну в монастыре там нет, это другое, механизм несколько. Так вот, если мы не приобрели навык смиряться перед тем, как мы приняли решение создать семью, то нам приходится овладевать вот этим навыком смирения, как процесса совершенствования личности, взросления личности, нам приходится обучаться навыкам смирения онлайн, понимаете, одновременно в ситуации. То есть, я сейчас скажу очень важную вещь, которую я вообще почти нигде не слышал. благостные и добрые отношения внутри семьи у членов семьи являются результатом очень серьезной внутренней работы. Сами по себе благостные, достойные отношения внутри семьи не возникают. Это результат очень серьезного труда. Вот так, прямо об этом мало кто говорил. И меня это раздражает, лично меня это сильно раздражает, я устал от этого молчания. Ну, почему это так? Ну, потому что, если мы христиане, мы должны понимать, что наше счастье, оно заключается не только в близости с человеком, но самое главное, мы становимся похожими на Христа. То есть, одну часть с ним имеет. какую-то радость, если мы говорим о Христе, мы только приобрести можно только после страдания какого-то. И от нас требуется не закрыть свою грудью амбразуру, пулемет, понимаете. От нас требуется не расстаться с жизнью, короче говоря. А от нас требуется расстаться со своими недостатками. И все. Ну, что мы бережем недостатки свои? И вот, когда мы говорим о том, что вот мы должны ну, то есть, ну, в смысле, я должен воспитать своих детей, там, это все хорошо, конечно. Но что ты дашь другому, если ты этого не имеешь сам? Возникает вопрос, а что же, а как же, что же, молчать, что ли? Нет, конечно, по родительскому долгу совершенно обязаны говорить детям то, что они должны знать. Но здесь есть одна такая неприятная деталь. Наше слово не будет иметь силы, если это слово прежде всего не исполняем мы сами. Мы будем говорить о том, что нужно жалеть животных, нужно жалеть людей, но если мы безжалостны к своему ближнему, то наши слова они пусты и от этого происходит страшно неприятная медь. Ребенок перестает нам верить. Почему? Потому что он видит нашу неискренность. Из-за того, что мы говорим одно, а делаем совсем другую. мы говорим, что нужно уважать отца, папу. Но при ребенке мы говорим, что наш папа это вообще ноль. Он ничего не может. А что тогда ребенка думает? У них уже своя жизнь. Со всеми закономерными процессами, происходящими в ней. Осмысление, сравнение, анализ, синтез. все у них есть. Они все раскладывают, анализируют, потом складывают определенные мысли, они понимают, что где правда, где неправда, где ложь, где ответственность. Я когда ехал к вам в автобусе, вообще я не очень нормальный человек, потому что все, что живет вокруг меня, все это изучаю непрерывно. И меня это не тяготит совсем. Но поскольку я живу в монастыре, а люди требуют от меня какого-то участия в жизни, я должен знать, что есть жизнь сама по себе. И поэтому я довольно активно участвую в жизненных процессах, но в том числе и просто анализирую, не пытаюсь понять, что происходит вокруг меня. В простой, бытовой жизни, совершенно мелочах, как кофе и молоко. Мои соседи, ну не соседи, так вот, сзади, сзади, ехала, значит, бабушка, мама и сын. То есть сын, ну давайте назад вернемся, сын, мама и мамина мама. И вот они всю дорогу пытались друг друга перекричать. Ну то есть такой совершенно жесткий индивидуализм у каждого из этих членов семьи. Причем сын маленький, я так полагаю, ему там 8-10 лет. Ну он совершенно уверенно пытался перекричать. Нет, почему я так полагаю, что возраст такой, он, у него понятейный аппарат, ну не разве, он пытался все время что-то узнать, доказать своими. Ладно, это ерунда. И вот бабушка говорит, бабушка говорит, что значит внук ты должен там как-то вот уважать маму, любить маму и слушать маму. Вот это все реально происходит пару дней назад. И тут значит этот мальчик, который в полной семье живет, я подчеркиваю, он говорит, а папу? И вот тут бабушка в присутствии жены вот этого того папа, она говорит, а ты знаешь, твой папа он вообще никто. говорит, это слабый человек, он ничего не может. Я понимаю, что сказать ничего невозможно. Во-первых, я не член семьи, во-вторых, но самое главное, что это поздно уже. Это уже произнесено. И я обратил внимание, а это происходит все как-то вот в одном процессе, я обратил внимание, что ребенок даже застыл. Он все говорил, говорил что-то такое, он привлекал к себе внимание, и тут у него возникла пауза такая. И он как-то это пережил. И я со страхом думаю, как он это пережил, потому что он не подумал, что его старшие родственники предатели его отца. Но он никак на это не отреагировал, а продолжал общаться с мамой и с бабушкой, как будто ничего не произошло. осталось ли в нем сомнение, внутреннего сомнения в словах бабушки или не осталось, но то, что его кольнуло и то, что его активном общении заставило остановиться, это точно. Папу никто ничего не может, он слабый человек. Что вы слушаете? Ну, да. Ну, это, конечно, крайний случай, и, ну, как сказать, мне нравится, что я замечаю эти крайние случаи для того, чтобы нам с вами, ну, в том числе нам с вами были понятны рамки того, что мы изучаем. С одной стороны, что вот Хилдин сказал, какое ключевое слово в вашей речи было? Что самое главное в этой ситуации? Назовите это слово. Правильно. Взаимное смирение. Это приносит удивительное удовольствие. Удивительное удовольствие совершенно. Вот почему мы рады этому всему. Просто это кайф такой. Что я вижу, что я и захотелся, говорю, вообще, все, что ты хочешь. Особенно. Я потом она говорит, кофе? Но я чувствую, что ей хочется, может быть, кофе. Кофе, наверное, было бы лучше. Я говорю, давай, кофе. Понимаете? Но это не потому, что, еще раз, это не просто. Это не потому, что я вижу, что вот ей бы так хотелось, и все. И я ее угождаю. Нет. но я вижу, что она, в том числе и директор, ну, ладно, это жена или там муж, она перед, перед моими желаниями она смиряется. Она тратит на меня свое время. Это к ребенку, к жене, к мужу одинаково относится. она тратит на меня свое время, свое внимание. Более того, она была на литургии, мы сейчас были на литургии вместе, она там причащалась, то есть она готовилась к службе, ее утро началось давным-давно. Представляете, да? Это так же, как вот домочадцы еще спят, а матери, значит, нужно кашу мешать, одной ногой коляску качать, понимаешь? И еще, если кто-то позвонит, телефон на громкую связь поставить и говорит, слушай, ну сейчас утро, я не успеваю, мне муж скоро встанет, а мы еще не яичница не готовы. Понимаете, вот это все? И после всего вот этого утра она приходит и говорит, батюшка, а вам так-то и так-то? И говорит, да конечно, давай все и сразу. Вот. И она видит, что я делаю. Я смиряюсь с тем, что нужно ответить ей. То есть, я смиряюсь с тем, что мне нужно выбрать. Обратите на это внимание. И я выбираю кофе. Я довольна тем, что теперь она конкретно, вот она гадала, да, что мне, кофе или чай. Вот она теперь точно узнала и сделает то, что мне приятно. Это все. А молоко это бонус, потому что мы о нем вообще не говорим. Вы знаете, как одновременно, как это сложно, потому что много вот всяких вот слоев таких, но как это привлекательно, как это приятно. И вот из этих мелочей, вы догадываетесь, что складывается вообще вся жизнь. В каком-то смысле, в каком-то смысле, мы сейчас в прямую говорим о духовном, вот сейчас особое внимание, в каком-то смысле, мы в прямую говорим о духовном руководстве друг другом. То есть, если духовность это степень близости к Богу, да, то мы таким образом, понимаете, друг другу руководим к приближению. Потому что, осваивая добродетель смирения, мы становимся на него похожими. Вы услышали меня? Вот оно в чем духовное руководство. В приближении нашего ближнего к Богу. Чем? Вот таким вот поступком. Поступком смирения. Об этом мало кто говорит так прям. Что я имею в виду? Ну, я имею в виду то, что приходят люди на встречу со священником, духовно руководство воспитания. И думают, что сейчас поповщину будут разводить, да, то есть вот батюшка, духовный руководитель, как там надо воспитывать, как не воспитывать. Мы вообще о другом сейчас. Поехали. Поехали. Будут рождаться вопросы, вы записываете их. Будет потом интересно на них ответить. Хотя я вам скажу сейчас и о участии. Так, вот с этим эпизодом понятно? Ну, я один вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы сказали, что... Сейчас, одну секунду. Можно без головного убора, это здесь не требуется, если что. Ну, не холодно. Пожалуйста, пожалуйста. Я просто... Так. То есть, те слова... Мне это холодно, это не важно. Нет, не холодно. Так, хорошо. И что? Так. Что мы должны следить? Что мы говорим? Верить эти слова, сами себя вести, так иначе эти слова пустые, это лицемерие. Если такое случится не в такой степени, как там в автобусе, но если в жизни какая-то ситуация, и мы, скажем, я как родитель понимаю, что я сейчас поступила не так, как я говорю, или что тогда делать, вот как решить эту ситуацию? Можно это повернуть как-нибудь? Или это уже... необратимо? Да. А это смотря какой уровень поступка. Понимаете? Потому что есть поступки, у которых или результаты, или последствия необратимы. Я хочу, чтобы вы разделяли сам по себе поступок, результат поступка и последствия, которые тянутся потом еще. Вот результат поступка мы можем исправить, ну, иногда. Ну, я не знаю, заплатить деньги, попросить прощения, я к примеру говорю, попросить прощения. Если это что-то такое нематериальное, то, то есть наше внутреннее, глубокое такое, то нам нужно выполнить добродетель, который противоположен вот этому греху, там, осуждения, ненависти, не дай бог, там, зависти и прочее. А вот последствия этого, это все, это иногда надолго бывает, и не расхлебаешь еще. Вот, допустим, человек по какой-то причине принимает решение создать семью, заключить брак. В результате неправильно принятого решения брак распадается. Это результат неправильно принятого решения распад семьи. А последствия неправильно принятого решения, это мать-одиночка, понимаете, неполная семья, не то воспитание и так далее, и так далее. Это ты это не устраиваешь уже никогда. То есть в полноте вернуться к достойной, так сказать, богом установленной модели семьи мы уже не сможем, конечно. Так что по-разному бывает. Но мы сегодня как раз говорили о том, что уже успели там на ступеньках почерегать насчет того, должны ли просить прощения, должны ли родители просить прощения у своих детей, если при детях происходит какая-то ошибка. И скорее всего не должны родители этого делать. или должны это делать, но только редко. Как вы думаете, почему? Мы давайте об этом поговорим. Потому что это тоже вопрос воспитания как раз и духовного руководства. Потому что родители это первые духовные руководители у ребенка. как вы считаете, кроме вас, почему? Почему это так? Почему, скорее всего, не надо просить прощения у детей или редко? Надо просить прощения? Все зависит от поступка. Стоп, стоп, стоп. Мы сейчас не о условиях говорим, а почему? Потому что если, допустим... Какое основание? Вы считаете? А, почему? Потому что, во-первых, в семье есть какая-то иерархия, да? Муж, жена, дети. Во-вторых, все-таки, если часто просить прощения, то как-то твой авторитет перед ребенком... Это закономерно, да. Следовательно, да. Молодец. Красиво. Дальше что? Но, в некоторых конкретных случаях, когда ты чувствуешь, что ты особо неправа и что должна любовь убедить, тогда вот нужно... Чувствуй, что ребенок уже вот так вот, тогда нужно просить прощения. А давайте-ка уровень вот этого постовка попытайтесь определить, выставить. Хорошо. Попытаюсь. Это когда, допустим, так, что ребенок тебе нагрубил, нахамил, что-то такое сделал, и ты его ударил. Это хорошо. И тогда ты, конечно, можешь подойти и сказать, да, я в данный момент не права, попрошу у тебя прощения, но ты тоже вперед так не поступай. То есть какая-то паритетность все-таки выстраивается в отношениях. Да. А ударили вы почему? По какой причине? Потому что он какие-то границы вот этого... Или вы свои границы не удержали? Что вернее? Или вы не удержали, или он переступил? Как вы считаете? Я полагаю, что все-таки он переступил. тогда почему вы извиняете? Почему вы просите прощения? Если виноват он. Теперь объясните. Потому что я прошу прощения, но за то, что... Виноват он. Да. За то, что я его не сдержалась. Итак, я пока прошу вас уточнить. Это вы не сдержались, или это он границы переступил? Вот тут обоюдно? Нет. Нет? Я точно ставлю вопрос. Обоюдно это грубая драка, и здесь вообще это плохо. Мы этот вопрос не рассматриваем. Наверное, я не сдержалась тогда. А вот вы сейчас к себе объективно относитесь? То есть вы может быть сейчас перетаскиваете на себя виной или часть вины? Разве нет? Чуть позже. Так. Перетаскивай. Ну нет, я бы не сказала, что мне кажется все-таки что если ребенок перешел все границы и при этом вы не удержали себя в каких-то своих рамках, то виноваты вы. А как же иерархичность тогда отношений? Ну тогда не знаю, я не могу сейчас ответить. Вот это сложно. Это сложно, да. Я вообще вам очень благодарен за то, что вы вытерпели множество вопросов сейчас, потому что задача моих вопросов была не поставить вас в неудобное безвыходное положение, а проанализировать свое собственное состояние для того, чтобы не ошибиться в нашем общем анализе, понимаете? Я вам еще раз очень благодарен за то, что вы вытерпели вот это все. Это тяжелый диалог такой был. Спасибо. Ну мы начнем с того, так сказать, я выстрелю сейчас из самой большой пушки и скажу, что тот отец, который бережет свой ремень, для его сына планирует несчастье. Ну я так по-русски выражаю вам слово священного писания. Это он в притче. Смысл такой. Тот отец, который бережет свое ремень, планирует для его сына несчастье. То есть телесное наказание, если мы говорим об этой крайней степени выражение несогласия с действием своего ребенка, телесное наказание не является грехом. То есть если ударило. Да, это не грех. В большей части нет. Сейчас мы разберем это тоже, потому что для воспитательного процесса наши поступки, особенно телесное наказание, имеет очень большое значение. Я немножко сейчас воспользуюсь своим правом нет, не так скажем. Для того, чтобы проиллюстрировать свою речь, я приведу примеры собственной жизни. Но я сразу оговорюсь, что делаю я не потому, что я, 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 нет. Только лишь потому, чтобы вы видели и понимали, что это было со мной, то есть вот это я, меня можно опять же потрогать, о чем-то спросить, переспросить. Это вот часть моей жизни, часть жизни человека, который стоит перед вами. И скажу вам следующее, что однажды я упоминал этот момент. Мои замечательные родители физически наказывали меня до 17 лет. До 17 лет. Причем мне доставалось тем, что под рукой было. Ну, то есть шланг от стиральной машины. Знаете, что это такое? Советская. Это ужасно. Это как полицейская дубинка. в два раза сложенный электрический шнур, ремень. Ну, там можно было и склопотать рукой тоже. Плотно сжатый и прочее. Нет, ну, моя мама, простите-ка, она училась в гимназии для девочек в раздельной школе. И мне ее одноклассница рассказывала, вот я о ней упоминал позавчера на лекции, что кто-то должен мне помочь. Это как раз надо накраситься. И вот она говорит, знаешь, твоя мама, она совершенно с ангельским лицом, надо дать вот так вот кулаком, причем совершенно без раздумий. Это не потому, что она дрочунья была так резко, ну, просто какую-то неприятную ситуацию нужно было заканчивать здесь и сейчас. Нет, я имею в виду, что мне попадало тоже так. и вот верите или не верите, но я страдал от этого. Но у меня быстро все это проходило, потому что меня всегда наказывали за дело. Но благодаря вот этому наказанию я воровал всего один раз. Нет, один раз в детском саду. Но тогда это прошло, я даже помню мальчика, имя мальчика, у которого я там отжал, там, что-то, значок такой. Но за это я наказание не перетерпел, только внутри. А вот в сознательном возрасте один раз только это было. в деревне нам надо было детям нам надо сделать салат на какой-то праздник. Но я быстренько родственников развел, и у них подносы, ингредиенты все эти стащили. Ну понятно, что меня быстро просчитали. И вся деревня слышал, как я орал. Но верить и нет, я больше этого не делал. Просто не нужно уже. Нет, не потому, что накажут, несколько по другой причине. так вот, и в конце всех концов, уже в печорах у меня мама говорит, слушай, говорит, сынок, но если бы мы с папой знали, что вот так все будет, мы тебя пальцем не тронули. А я говорю, мама, а подумай, может быть, так все и стало, что вы меня своевременно приводили вновь. Я вам хочу сказать, почему, я хочу назвать причину, по которой в моей душе и тогда не оставалось обиды, каких-то темных впечатлений от вот этих телесных наказаний. Ну и сейчас, естественно. Вот когда папа скончался, и уже мы его опустили там в могилку, жизнь сложная была, простите, всего я рассказывать не планировал, но вообще сложно. И я ему сказал спасибо, папа, и в этот момент я себя как будто со стороны увидел, потому что это было нерационально, в смысле это было непродуманно, а вот вышло само по себе. вот жизнь сложная, большая и прочее, прочее, и кроме того, что, кроме благодарности за эту жизнь, в моем сердце больше ничего не было. Эти слова, они, я их не планировал, они просто выскочили. А мама, которая, конечно, она больше моего переживала, она так и сказала, да, спасибо тебе, и все. Вот так закончилась жизнь моего папы. мы ему всем спасибо сказали. Хотя он был суровый человек, там было так интересно. И вот поскольку вы так задумались и чувствуете, что я еще вот этой смысловой точке не поставил, я поспешу ее все-таки поставить. Почему до 17 лет? Вы знаете, вот чем старше остановился, мои проступки тоже становились серьезнее. То есть я мог уехать в другой город, я жил в Москве, это моя родина, но я мог уехать в какой-то другой город, но в Подмосковье, но все равно далеко. и об этом никому ничего не сказать. Ну уехал и уехал. Позвонил там через день, через два, я возвращаюсь. Но это их травмировало. Я приезжал, меня там сразу от порога нужно было схватить. И я все удивлялся. Думаю, хорошо, мне 17, мне 17, на следующий год в Российской Федерации призывают мальчиков в армии, дают им оружие, они приносят клятву, присягу, если нужно отдать свою жизнь за родину, это очень ответственная вещь. И вот мне всего год до этой границы осталось, до 18 лет, а меня еще все равно порят, меня наказывают. Что? Что происходит? И вот этот внутренний конфликт он был на мне не настолько мощным, настолько долгим, что когда я освободился от него, я потерял физические силы. То есть было столько напряжений, я уже так привык в нем жить, что когда еще раз я от этого конфликта освободился, я просто сил потерял физически, я почувствовал себя страшно уставшим. Сейчас расскажу, каким образом это произошло. Обычный будет, как молоко и кофе. Я пошел вытряхивать половички на улицу и вот эта мысль во мне все звучала, что ну как же, я уже почти взрослый, а родители весьма. И вы знаете, у меня в моем сердце была ответная мысль, но она как будто кто-то ее громко сказал, кто-то рядом со мной, но никого не было. Просто слова были очень четкие. я понял, что родители меня наказывают не потому, что они меня ненавидят, а потому, что они меня любят. И вот от этого вывода я как раз и ослабел. То есть я эти коврики все собрал, даже которые не вытряхнул, отнес в квартиру и так далее. но больше всего меня поразило другое. Простите. Больше всего меня поразило другое. Мои родители перестали меня наказывать за такие же поступки, которые я по инерции продолжал совершать. Ну, за какие раньше они меня наказывали. И это совпало с моим пониманием их отношение ко мне. Вот ровно совпало. Вот как только я понял, что они меня не ненавидят, что они меня любят, как я понял, и вдруг они меня наказывать перестали. Вот одно именно. То есть вот такое понятно, что таких совпадений не бывает никогда. Вот эта связь между людьми через верх, она для меня стала предельно прозрачной, ясной. вот это меня поразило до конца. То есть близость к Богу в моей жизни, ее можно было пощупать, вот эта связь. Хотя еще раз, я по инерции продолжал какие-то ненужные вещи делать, но это скоро прошло. Перестало быть. Перестало быть. Я не говорю о том, что тотальная порка благо нет. Ну а как вы считаете, почему физическое воздействие, ну потом, Эстония это не Россия, я тоже хорошо понимаю. Там даже законы, там социальные какие-то правила здесь несколько иные. Не спорю. Все-таки гуманизм побеждает. гуманность и гуманизм вы понимаете разные вещи. Гуманность это оценка человека по его достоинству, ну так в общем. А гуманизм это философия, принципы которой утверждают пороки человека и добродетели человека наравне. Вот что не делает человек все хорошо. и еще раз я подчеркну, что гуманизм побеждает. Поэтому сложно еще раз говорить о каком-то тотальном физическом воздействии. Но как вы считаете, давайте мы смоделируем, как вы считаете, когда это было бы возможно? Еще раз, это модель. Физическое наказание? Да. хорошо. Посмотрим на это с другой стороны. А почему оно вообще существует, физическое наказание? Ну, то есть, если бы его не было вообще, мы обо нем не говорили. Оно, в принципе, существует. был пример, когда все-таки кто-то схлопотал. А почему? Разные дети вообще разные подходы. Это очень правильная, ну, это часть правильного ответа, но очень правильная часть. Прям очень приятно. Спасибо. Разные дети, разные подходы. Просто замечательно. Как хорошо, что это не я сказал. Дальше. Потому что может быть ребенок на таком развитии, этапе развития, когда на него совершенно не действуют слова. Раз, и потом, если он совершает явно греховный такой поступок, вот как вы говорили, споровал, или что-то такое, а слова или убеждения, или вот такие вещи на него не действуют. Хотя, притом, родители может быть никогда такими вещами не занимаются. ли сказать, что степень воздействия на ребенка должна быть адекватна степень его проступка? На белом, А вот именно об этом мы с вами говорим. Только в этом случае, только в этом случае, я не имею ввиду именно физическое наказание, но и вообще любое применение нравственной силы, нравственного воздействия, давления какого-то или физического тоже, именно в этом случае, в одном единственном случае, это возможно. Существует, если мы говорим о наказании как о средстве воспитания, существует четыре правила наказания. кто-то говорит пять, но мы выделили четыре основных. Первое, как мы уже сказали, наказание должно быть, любое, не только вот такое, любое, наказание должно быть пропорционально на простудку. Ну, или чуть выше его, чуть-чуть. Ну, так вот святых отцов написано. Вон, Сафроний, почитайте. Он говорит о том, что, но это не только он говорит, просто у него очень ясно написано, что Бог посылает человеку испытания, а если человек с ним не справляется, то по своей любви Бог предлагает ему такое же испытание, но еще несколько сильнее. Да, потому что когда человек отказывается от предложенного испытания, он становится деградивым. То есть несколько посильнее. Если с этим не справляется, еще несколько посильнее. Ну, обучающая программа. Итак, наказание должно быть пропорционально на проступку. Следующее. Второе. Наказание любого рода, любого вида должно быть без заслуждения. Это вообще ключевая точка. видеть ли, если эмоцию осуждения перевести вот в какое-то простое понятие, да, то можно сказать, что эмоция осуждения это есть агрессия. Но в психике человека много закономерностей и одна из них звучит следующим образом. Агрессия рождает агрессию. То есть, если мы во время любого эмоционального или физического воздействия на ребенка или там на другого ближнего какого-то своего действуем с осуждением, то тогда не только воспитательного эффекта мы не имеем, но еще приобретаем агрессию с другой стороны. И мы знаем, если ребенок или наш муж или жена агрессивны на наше действие, это значит, что их поведение реактивно, это просто реакция такая. И не правы здесь мы. Это сложный и очень важный момент. То есть, наказание любого рода и вида должно быть без осуждения. а как выполнение очень тяжелой обязанности. Как переносить эту агрессию допустим без осуждения а на себя идет поток вот этого потолка? Значит, вам кажется, что без осуждения? То есть, все равно элементы есть. Еще раз, это просто реакция на ваши действия. Есть еще один момент, это момент самолюбия. Да, когда сам ребенок или там муж или жена не смиряются, да, но у нас задача смирить, то есть, умять другого человека не стоит. Ну, на два же же, понимаете. Вот. И, ну, тогда можно самому смириться, сказать, что да, хорошо. То есть, дело в том, что, когда человек не осуждает, смирение, это его естественное состояние. То есть, если мы в ответ видим неприязнь, там, что-то такое неприязнь, ну, вот, тяжелое, ну, мы говорим, ну, ладно. это непривычно, это не одно и то же. Мы просто этим не занимались, поэтому кажется, что тяжело, на самом деле, просто непривычно. непривычно. приятно, страшно. Вы попробуйте. Знаете, я вот, ну, опять, это не про я-я-я-я, а вот в качестве иллюстрации. Вот, когда мне удается так поступить, сказать, ну, хорошо, принято. я чувствую себя человеком. Вот удовлетворение какое-то. Это круто, это очень сильно. Так я думаю, а-а-а. Ну, еще раз, это не тщеславное такое состояние, а это состояние победившего достоинства. Понимаете? А достоинство, сейчас я вижу, а достоинство и гордость, ну, или тщеславие, это разные вещи. Гордость, это против там, а достоинство, это за себя. Вот я храню то, что дал мне Бог. Это другое. То есть, я его в этом случае не потерял, я, конечно, говорю, слава тебе Господи, но еще эмоционально это, конечно, приятно. Я, допустим, смирилась, да, видя явно, что человек, который стоит напротив меня, с таким агрессивным видом, не прав. Вот. Все равно смирилась, успокоилась, получила, как говорится, поняла. что мне хорошо. И что? Вот я хотел спросить, вот это смирение перед тем, что если человек все равно неправ, ты видишь, что он неправ в своем поступке, в своем поведении, и я смиряюсь. А, понятно. Смотрите-ка, важно, важно помнить о том, что смирение это не забитость. Понимаете, это не вот так вот, ну, не только вот так. Смирение, если мы говорим о Христе, то это исполнение долга. И Христос свой долг по спасению людей, долг по слушанию Акцию Бесного, да, он понимал не только как, вот, распятие, отдание себя в жертву, ну, простите, не только это было, а, допустим, было еще и изгнание торгующих из храма. Помните? Когда он был в гнии, он был неистов. Он, я сейчас стул хотел швырнуть, но он взял эту веревку, которую он гнал вот этих вот людей. А еще, простите, он делал вот так вот. Ну, 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 он расшвырял там все это. И что, при этом он был страстен, что ли? Нет? Но он сказал, я сделал то, что должен был сделать. То есть, скорее всего, смирение важно нам понимать как исполнение друга. Должен молчать, молчи, должен говорить, говори. И, при сложных конфликтах, конечно, здорово, если мы скажем, да, да, хорошо, вот ты так хочешь, пожалуйста, ради Бога, там что-то развалится там, ни одно дело, ни одно дело, ни больше человека. Самое дорогое, что есть на свете, это человек. Почему? Потому что каждый человек искуплен кровью Христа, а потом все остальное. Но, вот да, запятая, но, существуют вещи, которые это правило нарушают. то есть, существуют вещи, которые заставляют нас быть смиренными в каком-то активном действии. Это в том случае, если результаты и последствия проступка тяжко влияют на других людей. Вот между собой мы можем смириться, там, все это такое, все решить, уступить, там, ну, ладно, хорошо. А вот если это влияет на других людей, надо тогда ситуацию до конца доводить. Ну, это как вот, все равно, как в Евангелии написано, что если тебя бьют по одной щеке, поставь другую. Ну, вот это мы делаем, когда мы друг перед другом смиряемся. А если дело доходит до моей семьи, ну, вот я иду с женой своей, люблю ее, ну, что люблю, конечно. Часто говорю, мне нравится это. Ну, она реагирует, так здорово, все это хорошо. И вот мы идем просто вечером из кино. И вдруг появляется группа молодых людей и говорит, что, ну, мы видим там усы, лапа, хвост, ты смиренный христианин, ты постой в сторонке, мы займемся с твоей женой, ты к нам подходи, если тебе это понравится. Обычная ситуация житейская. Я им говорю, слушайте, конечно, ребята, я с вами согласен, я постою тут рядом, дайте сигаретку, пожалуйста, вот, я пока отдохну от разговора, но это один вариант. А другой вариант, когда я ввязываюсь в эту драку, ну, неизбежную драку, а потом моя жена приносит мне бульон куриный в больницу, понимаете, поэт меня там. Это совсем другое. Понимаете, одно и то же действие, но оно имеет разное содержание. То есть, с одной стороны, этим действием идет унижение человека, да, а этим же действием идет что? Защита достоинства. То есть, вот иногда мы, ну, еще раз, это крайний пример, но иногда мы должны доводить ситуацию, настаивать на чем-то, доводить ситуацию до конца, если последствия, результаты и последствия для наших ближних будут нежелательными. Здесь мы что делаем? Мы проявляем свою ответственность за свою ближнюю. Хорошо. Второй принцип наказания, третий, третий принцип наказания. Между проступком и наказанием должно быть, должно пройти мало времени. Ну, это понятно. если пройдет много времени и ребенок, и любой другой, а взрослый еще быстрее, он забудет, он не поимет связи между тем, что было там, что-то когда-то уже все прошло и тем, что его тут пороть, ну, или как-то там наказывать начинаем. Сказать, а что это вообще было? это понятно, это понятно, где-то сразу. сразу не сразу но мы же должны понимать мы должны понимать что то что мы называем наказание да это славянское слово славянизм нашей речи вот это слово на русский язык переводится как процесс обучения наук ну вот мы там в первом часе 100-й псалум дни лет человека 70 лет или 80 лет и много там трудов и болезней сейчас внимание пока на нас не придет кротости мы не научимся по-славянски это звучит так дни лет человека 70 лет а еще в силах 80 лет и множе их труд и болезнь якобы при виде кротость нам и не накажемся это конечно так что тут процесс так и это наказание как процесс обучения как наука она может быть разным то есть пришел подросток пьяный домой ну бывает пубертатный период конечно тут все кто избежит кто-то избегает ну мало и можно допустим но нет вечером пьяного вообще человека бесполезно в чем-то убеждать это хорошо понимаю а вот утром допустим можно сразу снизить качество или количество лексики но мы уже не можем не кормить своих детей не можем не кормить мы их кормим но при этом говорим ешь пей да нет разогрей молоко вынеси дров ну простите для кого-то снижение вот такое уровне общения очень большое наказание а если муж на выпил немножко и там тронул кого-то бывает правда жизни нет я имею что у всех но бывает это ну апостол же не зря писал что не убивайте свином не уже резьбу но зацепил он кого-то там хорошо пришли домой сняла ботинки там накрыла брюк потом поглажу там завтра и все утром ситуация все как обычно до кого-то вчера ничего искать не было слушай а тебе как это яичницу это крышка накрывать или нет я забыл дарить его может фабрикой посыпать он спрашивает или там что-то еще там до кипения доводить нет там кашу а вы допустим ему можете ответить что а ты знаешь вот вчера я тебя не любил это круто вообще и это слово ну крайне редко применяется но если было вот это движение ну простите там другому человеку или так сказать это же очень серьезная вещь но не надо это придавать значение как вселенской драме так нет нечего выпивать было и вообще надо было на берегу все решать понимать что мы едем в ту компанию где наживаются оба же виноваты в этом на то что захотели поехать теперь делать ну вот вчера я тебя не любила вот что означает это очень многое означает прежде всего то что этот человек любил но вчера произошло то из-за чего он этой любви решился этого это демотивировать любого может пожалуйста тоже наказание почему нет унижать человека нельзя конечно допустим если ну поскольку дам больше да ну мы с вами разберемся вот поскольку дам больше можно такой пример привести что если ну обычно там рубашки собачки там гладите вы то будет явным унижением сказать сам погладишь себе и сорочки там и все ну мало ли человек не может так распределено утро то есть подводить человека внезапно так тоже нельзя но надо выбрать то что человек покажет человеку что он был не прав и это тоже будет наказать главное не унижать человеческое достоинство но помочь но что здесь важно помочь человеку увидеть себя со стороны а хотите знать для чего для того чтобы у него сложился личный опыт анализа своих поступков и не только самый красивый личного тоже поступки и так мы решаем этом случае очень серьезную педагогическую задачу мы создаем педагогические ситуации для формирования личного опыта добра вот так сильно давайте мы сейчас догадаемся насколько осмысленным должны быть наши действия в этом случае по отношению там к мужу жене к детям к своей семье в целом вот допустим вся семья идет в какой-то поход ну кто-то что-то не взял но вы знаете что это можно сделать из деревьев там из каких-то подручных материалов то есть можно позволить себе не взять это и когда все пришли на место где нужно развести костер там или что-то такое сделать оказывается а вот кто-то не сделал ну все вы лично опыт создали но мы не унижаем человека говоря при этом ну что ж ты растяпа такой нет а можно по-другому сказать нужно сказать сынок а пойдем я тебе покажу как можно это исправить все то есть человек уже стыд этот пережил что он не свою обязанность не выполнить семейную и не стоит умножать этого стыда демонстрация ошибки перед всеми членами семьи вот это кстати унижает по и так он уже все он уж краснели больше не надо ну два раза за одно и то же наказывал а просто сказать что пойдем я тебе покажу как это исправить что это будет на языке педагогики это будет совместная деятельность то есть это негативная ситуация она сразу в плюсе и ребенок получит вот этот вот личный опыт добра то есть не только того что вот его простили но главное то как к нему отнеслись после того как он ошибся и будьте уверены он это очень приятное внутреннее ощущение и он также будет стараться учиться относиться к другим людям эту модель поведения он спокойно перенесет на свои уже отношения свои социальные отношения и обратите внимание что когда мы говорим о таких важных бытовых мелочах то это понимаем во первых что это совсем не мелочи потому что содержание этих мелочей снова глубокое и второе насколько оно глубоко важно понять оно имеет или евангельские корни да или какие-то не божественные если мы ошибаемся но мы довольно часто мы довольно часто применяем этот евангельский подход то есть о чем как христианин если мы таковы а о чем же говорил он в этом случае а что же про эту ситуацию про этот подход что же сказано об этом принципе вот словах священного писания и мы находим очень интересные вещи ну ладно сейчас на этом остановимся потому что мы обозначили вот несколько моделей и анализа и синтеза и поведение для того чтобы достаточное количество для того чтобы вы это как-то позже осмыслили и попробовали применять это вот в разных схемах ну так вот прям очень сжато сухо говорим специально в разных схемах где-то родительских отношений почему еще раз потому что мы должны разумно осмысленно подходить к тому как мы общаемся друг с другом не спонтанно это все происходит помните если кто-то из вас был на моей лекции вчера я вам позавчера я пытался донести до слушателей следующую важную мысль я пытался ну я говорил о том что переживание это не процесс формирования эмоций как мы часто думаем переживание это особая внутренняя деятельность которая человек направляет на изучение самого себя в предлагаемых обстоятельствах в том числе в настоящем в прошедшем и в будущем это деятельность и если прежде всего мы решаем вот с помощью переживаний задачу понимать понимание самих себя в предлагаемых обстоятельствах то тогда мы сможем понять согрешаем мы сами или не согрешаем что нам делать чтобы это было все ну свято там без греха мы сразу вспоминаем вот эту необходимость евангельского подхода да что же бог говорил про это все для чего нам это нужно для того чтобы не ошибаться в своих в своих переживаниях и в своих решениях почему это возможно потому что не ошибается бог у меня в свое время конечно тоже был один из факторов таких моего осмысленного христианства я понял что мне самим собой управлять страшно тяжело много ошибок а я думаю кто же не ошибается в жизни бог не ошибается ну ка ну ка ну к чём с кого-то это простое подростковое потребительство которое в данном случае оказалось очень удачным но существует принятие существует другие неприятные вещи давайте мы поговорим об этом а конкретно о том что мы очень часто пытаемся на свою сторону ну в каких-то в решении домашних вопросов или внутренних даже или вот так сказать в вопросах вот отношения с внешними людьми мы пытаемся привлечь на свою сторону да я вот сейчас задержался сейчас я задержался на молитву и на наше занятие по одной такой не очень приятной причине мне нужно было написать ответ молодой женщине которую соблазнил один ну как она сама конечно нет особо не знаю не отказывалась но я точно знаю что она особо и хотел так вот там один человек постарше соблазнил его она же еще и девушка была вот в общем получилась неприятная история а потом оказалось что он еще и заразный был причем этот человек он довольно успешный в жизни я хочу сказать это не маргинал это не из подворотни и она тоже интеллигентная такая а этот парень он конечно состоялся еще раз не из подворотни человека но мерседесе и ну вот это такая предыстория поскольку ну там были другие еще моменты да поскольку девочка поняла что ее обманули в общем она она поняла и приняла решение решение это не я приняла она приняла решение прекратить с ним общение а он ну ладно он меня там осаждает или осаждал потому что я заблокировал его а ладно но он постоянно пристает к ее родителям говорит там что она девочки на девочке порча она не понимает все значит святости его отношения к ней там ну прочих бред он говорит что я христианин и при этом он гадалкам там ходит надо снять с нее порчу потому что она она же в нашей спорте она не принимает меня и так далее и так далее но это тоже часть это то что вот онлайн происходит я поэтому я отвечал на на проблему а проблема вот в чем девочка пишет она красивая не только значительно мало же меня но она действительно она хороша со мной и вот ей ну и замуж ей хочется и все видите как получается и вот она пишет мне спрашивает а как мне причащаться не ну она не пить и мы там понесла там согрешили влады проданы как мне причащаться если я своих родителей чувствую предателями потому что вот этот вот козлище это евангельское да тащит на свою сторону родителей да он заставляет родителей воздействовать на их дочь на собственную дочь для того чтобы она все-таки вернулась к нему это это не осуждение родители это протест против того что она что они делают осуждение какое здесь осуждение это крайне ненормальная ситуация когда совершит ну когда вот это происходит негодяйство а родители да они по какой-то причине ну так сложилась жизнь что своей дочери верят меньше чем вот этому хлыщу такая вот очень сложность еще раз я подчеркиваю что супружескими отношениями они не не обязаны но это совершенно чужие она меня спрашивает причащаться ли я говорю конечно да потому что то что тебя беспокоит это протест на предательство но при этом она же не переставит любить своих родителей естественно никаких поступков по страсти гнева там ненависти нет а ощущение катастрофы есть вот это вообще очень тяжело но еще раз они настаивают на том чтобы она продолжала снимать отношения не потому что они так в этом убеждены а потому что он так сильно на них влияет пудрит мозги но я вот здесь уже я не могу уже других подробностей раскрывать хотя и тут я на грань какой-то встал но этого человека вы никогда не увидите не узнаете имя я сказал другое поэтому тут со своей стороны я прикрылся но мне важно было вот это вот сказать все вывернуть для вас вот это правда жизнь и остального я рассказывать не могу но по совести сообщу что человек предатель настоящий я могу это сказать потому что он лично мне показал конечно если бы они открестились от него и послали куда подальше то все бы закончилось наверное но он еще какое-то время поволновался бы перестал а в них он чувствует слабое звено и поэтому продолжает перфоратором долбить но вот у нас такая неприятная ситуация да когда смотрите насколько это сложнее подобных отношений внутри семьи потому что разобраться легче ну все равно люди они связаны обязательствами родственными узами это не просто понятно и с одной стороны в семье терпеть это обидно потому что так не должно быть она есть то есть это состояние противоестественное богом созданной модели семьи вот но она существует и вот это перетягивание конечно такая вещь очень опасно почему ну как мы говорили вы помните я пример приводил этот жуткий пример когда ребенку сыну причем которые на папу стремятся быть похожи наверняка но вот ему говорят что папа вообще никто что это как не что это как не перетягивание ребенка на свою сторону причем такой предательской совершенно то есть папа в общем не в курсе этого негодяйства которое происходит домочадцев среди домочадцев перетягивание ребенка в общем не входит полчаса и поезд полчаса уже идет уже полчаса и через полчаса новый новая сессия пошли Зуб, партнер, ждет. Угу, хорошо, сейчас. У вас тут настроение? А, ну мы сейчас еще... И что? Ну, если мы уже там, вот, на этой ситуации, как мы должны тогда поступить, если, ну, ну, вообще не как из... как из меня. Они как-то так... если мы, ну, как-то так поступают и говорят, ну, что мы тогда сможем делать, или что мы должны, после того, что мы молимся? Если это относится... Хорошо. Если это относится лично к вам, вот, лично к вам. Важно. Ну, сейчас мы закончим. Потому что о негативе я еще одной фразой скажу, и все. Если это относится лично к вам, то здесь придется вот это делать. А если у них лучше дни, ну, вот, семей, например, там, родственников, а... Ну, если вы просто не слышите... Тогда нужно разговаривать... Вы понимаете, какая вещь? Тогда нужно разговаривать с людьми по отдельности. Понимаете? Причем можно разговаривать с ними, ну, как, аккуратно. Можно подвести человека к разговору, если он находится в состоянии агрессии. Понимаете? То есть здесь нужно разбираться до тех пор, пока мы не поймем, у человека настал мир в душе или не настал. Ну, а о негативе я скажу в двух словах. Понимаете, духовное руководство бывает очень тяжелой... Духовное руководство становится очень тяжелой дубиной в руках тех, кто хочет воспитывать других людей, не воспитывая самого себя. Понимаете? Это я к чему? Духовное руководство становится очень тяжелой дубиной в руках тех людей, которые не хотят заниматься собой. Вот в одной фразе мы умещаем все извращение духовной жизни в этом случае. Делай это, не делай это, ты недостоин, ты грешный и так далее. Ты ничего не понимаешь. И в этом случае никакого настоящего истинного духовного руководства, как это у нас произошло с молоком, кофе мной и директором школы... Она ничего не знает. Она, да, а я скажу, что она же ничего не знает, мы-то знаем все, и про нее тоже. Так вот... Да, 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 да... И вот этого настоящего духовного руководства и воспитания в плане приближения к Богу не происходит. Но отчасти в этом виноваты, если мы рассматриваем где-то родительские отношения, то отчасти в этом виноваты сами родители, которые при вступлении в брак не изучили друг друга достаточно, для того, чтобы понять, взрослый супруг или супруга, или невзрослый. Потому что очень часто и вообще в большинстве случаев несчастий религиозную жизнь, духовное воспитание используют как дубину те, кто не взрослый, те, кто слабы, те, кто не готовы менять себя, во-первых, и вести за собой других, во-вторых. Но здесь уже там мы терпим, разговариваем, аккуратно друг друга обучаем, вот через молоко, кофе и все остальное. То есть мы еще раз, сейчас я заключаю, мы формируем, мы создаем педагогические ситуации для формирования личного опыта добра. Это суть духовного воспитания, которое, так сказать, человек делает лучше. А для этого, кроме мудрости, что еще нужно? Нужна молитва. Даже сил наших не хватает. И то, что мы стараемся делать в себе, вот тогда мы можем уже перенести на своих ближних. Благодарю вас за внимание. Когда Парагина Х Розв milhões Приятного аппетита ООН Парагин В ان св Став А